Привет! Мы с вами находимся между югом и юго-востоком Москвы, недалеко от новой станции метро Технопарк. И здесь, ну и также Кожуховская тоже неподалеку станция находится. И здесь по Даниловскому южно-портовому районам от 2-го Кожуховского проезда у 3-го транспортного кольца и окружной железной дороги, вот на НЕМЦК, и до Южно-портовой улицы проходит улица Трофимова. Рядом находится Кожуховский затон, часть Старого Русского Москва-реки, также Южный порт. Ну и как раз вот, недалеко от конца улица находится станция Тро-Кожуховская. По другой стороне находится Технопарк, Заводская там же, но это подальше уже. Улица двустороннего движения автомобилей транспорта по 2-м полосам в каждом направлении, и на улице чуть менее 2-х километров. До 1966 года эта улица называлась Третья-Кожуховская. Раньше было несколько Кожуховских улиц, по-моему, 7 или даже 8. Ну, довольно много было. Сейчас осталось, по-моему, только 3 улицы. Пятая, шестая и седьмая Кожуховская. Вот, по-моему, так. Все, что осталось. А раньше было вот этот третий, видите, тоже было. Вот этот вот третий Кожуховский. Ну, и здесь, по-бывшему, в Москве деревне Кожухово, которая здесь находилась в этой месте, до 1660 года. Ну, а, соответственно, было 8 Кожуховских улиц, да, еще, так сказать, 3 Кожуховских проезда. Ну, эти, кстати, 3 проезда, они сохранились до настоящего времени. Ну, а 8 Кожуховских улиц, они, вот, видите, как, 3 сохранились, получается, да, 5-я, 6-я, 7-я, по-моему, еще и 8-я. Ну, возьму, по-моему, уже, 5-я, 6-я, 7-я. Жил он в 1925-м, в 1934-м годах, и он в войне жил как раз вот на этой улице. Поэтому вполне понятно, почему и приименовали. Сам он был с Украины, но в 1941 году приехал в Москву и поступил на работу на соцсоставительный завод. Здесь, вот, недалеко находился, на Катинской затоне. Месяц, в котором, собственно говоря, осенью, в 1941 году эвакуировался в Куйбышев, на ней город Самара. В 1935-м году был признан в армию, ну, совсем молодой еще был, и после обучения в Куйбышевском пехотном училище был направлен на фронт и воевал на Прянском и Втором Прибалтийском фронтах. Ну, и вот, в 1944-м году, во время боя с Девио-Батова, в Сковской области, он, соответственно, был ранен, ну, и, соответственно, в последствии погиб, складив собой обзрывы гранаты командировал. Вот, вот, такая геройская смерть, получается. В принципе, не так, в общем, незадолго до окончания войны, получается. Ну, и еще хочу сказать, что раньше эта улица, еще до постройки Третьего транспортного кольца, соединялась напрямую с Автозаводской улицей, мостом через окружную железную дорогу. Улица Жилищно-социальная, станция метро Кожуховская за концом улицы, вот, она, соответственно, была открыта в 395-м году в составе Салатовой ветки метро. Ну, а так, здесь, в основном, находятся жилые дома, их довольно много, и, в основном, они были построены в советское время, хотя здесь уже довольно много современных домов. Это 5, 7, 8, 9, 13 и 16-этажные дома, построенные в 40-е и 70-е годы. Ну, и здесь еще выше этажных, с тем, соответственно, как правило, дом построен попозже. Ну, и наоборот. Вот, также есть 17-этажный дом в 1990-го году постройки, ну, и также есть довольно много уже новых домов, 10, 18, 22, 25-этажные дома, 2000-х годов постройки, также и 12-этажный дом есть в 2002-го году постройки. Довольно много разных домов, разной этажности, как советских, так и постсоветских. Также на этой улице находятся несколько детских садов, школы, офисное здание Патрон-2, здание бывшего детского сада для детей и рабочих завода Динамо Патрон-2, линейное управление внутренних дел на водном транспорте в Южном Парту, здание Патрон-12. Вот, интересный православный храм святого благоверного князя Александра Невского в Кожухове, здание Патрон-14. Вот, причем нижний храм, он двухэтажный храм, и нижний храм посвящен преподобному Пресвету и Ослябе, героям Куликовской битвы. Построен храм в 2008 году, он одноглавый, шатровый, ну, здание поставлено под плет, окружено открытой галереей, где, кстати, можно погулять и там открывать красивые виды на окрестностях, так что имеет смысл туда тоже забраться. Ну, в общем-то, интересно, его телевидные закамары, а звонницы также находятся отдельно от храма. На прихрамовой территории находится мемориал, посвященный героям Великой Отечественной войны, ну, очевидно, местом, да, еще из деревни Кожухов, которая здесь находилась, которая погибла на бронте, также есть беседка, четырехэтажное административно-хозяйственное здание с подвалом и мансартом. Ну, и также на этой улице находится офисное пятиэтажное здание с ротонной под номером 14, Центр детского творчества имени Гайдара, филиал Южно-Портовый с музыкальной школой, здание под номером 15А. Вот, это пятиэтажное здание, раньше здесь находилась школа, а в 380-х годах дом пионеров. Бывший кинотеатр «Свобода», кстати, такой тоже примечательный объект, некогда бывший Центром Морской всей округи, не только этой улицы, да, приходили многие люди отдохнуть и фильмы посмотреть. Здание подробно 17162 года постройки, ну, уже довольно давно он не используется рядом, часто проводится ярмарка выходного дня, ну, на площади также отдыхают люди, там скамейки находятся, в общем-то, можно отдохнуть, и небольшая такая зельня, деревья там окружают, ну, такая небольшая площадь там перед кинотеатром. Ну, вот все хотят его снести и построить какой-то там многофункциональный центр с кинозалом, ну, как-то пока не доберутся, наверное, до него никак. Также недалеко находится бывшая больница номер 53, здание подробно 26 с несколькими строениями, с 2015 года она была закрыта в рамках, так называемой, оптимизации системы здравоохранения в Москве, ну, как и некоторые другие больницы. Ну, и дальнейшая судьба этой территории и зданий пока не ясна, хотя, ну, наверное, еще не снесут и построят, типа жилого комплекса, как обычно бывает. Ну, это как вариант. Ну, а рядом вроде находится действующая пока поликлиника, рядом с больницей, тоже подробно 26, строение 8. На предполосой стороне, напротив, находится управа муниципалитет Южнепортового района, здание подробно 27, корпус 1, пятиэтажный, 370 года постройки, ну, в этом здании тоже находятся какие-то другие всякие организации, не только управа муниципалитета. И рядом тоже находится, это следующее здание, тоже пятиэтажное, в нем находится поликлиника архитектуры, дизайна и реинжиниринга, подробно 27, корпус 2, это бывшее реставрационное училище, которое было открыто в 1962 году, потом был строительный поликлиник, есть производственные мастерские и столовые. И также чуть подальше находится физкультурно-раздоровительный поликлиник Южнепортовый, подробно 30 корпус 2, канализационная насосная станция Мосводоканала и торговый центр Бриз. Ну, также на улице довольно много гаражей, стоянок и автосервисных организаций. Вот, ну, такая вот улица. В принципе, особых объектов тут интересных нет, но кинотеатр закрыт. Ну, наверное, самый главный кашетный храм, в принципе, такой, как бы, композиционный центр, оживляет, так сказать, эту улицу, конечно, сомненно, главная достопримечательность. Ну, все остальное, в принципе, наверное, особо интереса не представляет. Ну, в принципе, улица, в общем, вполне благоприятна для прогулок. Такие довольно широкие тротуары здесь есть, не очень многолюдно, в принципе. Это много зелени, особенно летом, так что погулять вполне можно. Но добраться легко метро Кожуховский. В принципе, в конце улица примыкает, так что выходим на Южную Портовую улицу, и прямо совсем рядом начинается Кожуховский. Улица Серафимова. Приятных прогулок и до новых встреч на улицах Москвы. Продолжение следует...